Очередная версия марафона Дакар, который третий год подряд принимала Саудовская Аравия, собрало почти рекордное количество участников за последнее десятилетие. Более четырех сотен. Вот только на остроту борьбы возросшая массовость повлиять не смогла. Особенно в грузовом зачете, где российский КамАЗ-мастер уверенно захватил четыре первых места. Первым по итогу гонки оказался экипаж Дмитрия Сотникова. Это уже вторая подряд дакаровская победа 36-летнего пилота, а для команды аж 19-я. Сотников пилотировал грузовик нового образца с кабиной серии К5. Такой же машиной управлял обладатель серебряной награды Эдуард Николаев. А вот приехавшие на третий и четвертой позициях Антон Шибалов и Андрей Каргинов выступали на менее эффектной технике старого образца. Увы, но главный соперник КамАЗовцев, белорусский МАЗ «Спорт-Авто», оказался недопущен до старта по политическим мотивам. Команду исключили из стартовых списков из-за санкций Евросоюза, под которые попал и Минский автозавод. В зачете внедорожников неожиданностей также не произошло. Насар Алетия успешно сохранил получасовое преимущество над Себастьяном Лёбом, благодаря чему одержал свою четвертую по счету победу на Дакаре. Третье место удержал Езид Аль Раджи, которого прессинговали Орландо Тиранова и Жениэль Девильерс. А вот россиянин Владимир Васильев на последнем этапе потерял около часа времени и в общем зачете откатился на десятую строчку. В классе доработанных мотовездеходов Т3 победу одержал Франциско Лопес-Кантардо, который уверенно опередил своего товарища по команде Себастьяна Эриксона. А вот третье место достаточно неожиданно досталось женщине Кристине Гутьерас Эреро. В другом классе баги Т4 за победу боролся россиянин Сергей Корякин. Однако на седьмом этапе на мотовездеход нашего соотечественника на огромной скорости налетел прототип итальянца Марко Карары. В результате лобового столкновения пострадал штурман Карары, а обе машины оказались разбиты. И хотя команда Карякина всеми силами пыталась оживить баги, чудо не случилось. Между тем в отсутствии россиянина Жерар Фарес накануне финала лишь на минуту опережал Остина Джонса. К последней перед финишем отметки испанец довел свой отрыв почти до трех минут. Однако Джонс буквально вырвал победу буквально на заключительных километрах. Редактор субтитров А.Семкин